Дожить бы! Подольский дом номер 7 по улице Долгого находится в ужасном состоянии. Жить там просто опасно для здоровья. Барак, в котором до сих пор прописаны люди, строили в советское время. Тогда говорили на несколько лет, а оказалось на долгие годы. Из года в год семьи обещают переселить. В 2013-м администрация снова пообещала. Но, как говорится, обещанного три года ждут. А людям ничего не остается, как жить в условиях, которые больше напоминают декорации к фильму ужасов. Потолки в трещинах, пол проваливается, периодически происходят отключения света. Обещали ремонт, железные двери. Сказано, сделано. В начале года в их подъезде поменяли, были деревянные, стали деревянные. Как жить в таких условиях? Почему в 21 веке людям приходится существовать в бараках? И когда уже состоится долгожданное переселение? В ситуации будем разбираться прямо сейчас. Это «Формула событий». Прямой эфир. Я Станислав Кулик. Здравствуйте. Итак, в нашей студии жители дома. Евгения Климко, Ольга Солдатова, Ольга Чеснокова и Юлия Семешко. Здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли. Но перед тем, как мы начнем разговор, предлагаю провести видеоэкскурсию по дому. Накануне наша съемочная группа побывала в гостях у наших сегодняшних героев. Вот здесь дедушка старенький у нас. Эта комната приватизированная. Вот в этой комнате еще одна маленькая, 9 квадратных метров. Здесь проживает так раз, два, три, четыре человека. Пятеро. Пятеро. И в комнате, которая побольше, 15 квадратных метров, тоже проживает пятеро человек. Скоро будет шесть уже. Вот чуть-чуть прям осталось. Вот. Начнем с нашей шикарной кухни. Соответствующая так, как три семьи. Готовить мы здесь не можем вместе, потому что если вот один человек присаживается, то мы передвигаемся вдруг в шахматном порядке, чтобы подойти к той же самой раковине. А моя семья, допустим, садится кушать. Уже и этой семье покушать негде. То есть как бы вот договариваемся. Заходы просто. Либо с тарелками. Либо детей сажаем кушать, потом сами идем кушать. У нас плита старая. У нас здесь, допустим, ничего не работает. Все это перекрыто. Потому что мы не можем поменять плиту. Мы боимся трогать трубы. Приезжали газовщики, сказали, не надо. Ни в коем случае нельзя. У нас периодически воняет газом. Вентиляции на кухне нет. Вентиляция у нас вот занимает, ну, естественно, только окно. Форточки открываем зимой. Окна менять нельзя, потому что здесь все сыпется. Со всех сторон. Если мы окна поменяем, то у нас стена туда упадет. Полы менять не стали, потому что у нас там 20 сантиметров до земли от пола и дальше земля идет. Бесполезно перекрывать уже. Придется поднимать всю конструкцию. А как жить? Трем семьям, пока мы все это делать будем переделывать. Здесь вот вообще все проваливается. То есть мы ходим периодически, тут вот скрипим. То есть полы ходуном ходят у нас все. У нас делают как? Либо дети. Два человека моются по 10 минут быстро, потому что воды не хватает. Если помылись, то посуду помыть уже нереально, потому что у нас леденющая вода льется. Вот благодаря бойлеру мы спасаемся. Ольга Валентиновна, давайте начнем с вас. Возьмите, пожалуйста, микрофон. Расскажите свою историю, как вы оказались в этом злополучном доме. Я в этот дом заселилась в 82-м году. Еще тогда вышла замуж в Подольске за строителя и сама была строителем. И нам от СМУ-2 дали эту комнату временно, так сказать. Потому что люди все сидели тогда на чемоданах. После этого у меня родилась дочь, еще двое детей. Теперь у меня внучке старше 10 лет. Внуку второму 6 лет. И вот сейчас ждем третье пополнение. Улучшений никаких, наверное, не предвидится. Мы куда только не ездили и что только куда не обращались. А сколько лет вы живете во временном жилье, скажем так? 32 года. На протяжении этих 30 лет вы неоднократно обращались в местную администрацию. И вам там говорят что? Нам что говорят? Выселим. Дадим вам жилье. Правда, в последний раз мы, когда ходили в инстанцию, которая собиралась сносить наши дома, они нам сказали, что нам положено однокомнатную квартиру. Но это тоже считается улучшением жилищных условий. И дали нам документ, на котором было ясно написано, что с 1 января по 31 марта этого года мы должны получить жилье. 2014? 2014 года. Вот сами видите, что мы получили. Вы, естественно, ничего не получили. И я так понимаю, что вам обещали однокомнатную квартиру. Но как это может быть, если у вас 6 человек, включая маленьких детей? Вот нам сказали, что девочки и мальчики до 14 лет, они бесполые. Будьте добры, Евгения, передайте микрофон. Евгения, вы в положении? Как вы там живете, если холодно, если вода горячая только из батарей, если столько народа, вообще объясните, как такое возможно? Ну, во-первых, слово «живем» — это красиво сказано. Мы выживаем, уже много лет выживаем с детьми, с мамами, со всеми. Как-то делимся пространством между собой. Ну, а что нам остается делать? Вот так вот пристраиваемся друг на дружке. Давайте Ольге передадим микрофон. Расскажите о состоянии дома. Вот как он... Во-первых, он ветхий или аварийный? Мы должны понимать это. Он признан по документам. Как нам сказали, дом в ветхом состоянии. Но мы живем не в ветхом, а в аварийном доме. Потому что у нас... Ну, как вы видели из сюжета, который показывали, ни полов, ни дверей. То есть вот все, что сделано, сделано нашими женскими руками, всеми присутствующими здесь. Вплоть до подвала в доме, потому что часть вещей у нас хранится даже в подвале. То есть доходит до смешного. Приходил к нам сантехник. Вы знаете, даже сантехник провалился... В подвал. В подвал, да. Чуть ли не сломал ногу. После этого нам поменяли полы в коридоре. Но опять же, меняли с таким трудом, с таким боем. Батареи меняли. Вы знаете, я караулила. Пока привезут батареи в ЖКО. Оно находится у нас буквально во дворе. Буквально в двух шагах от нас. Мы соседи с ЖКО. И с боем, буквально с боем, нам дали аварийные... Ну, как бы, в аварийном... Потому что у нас не было батарей, дети, хлистал кипяток. Нам просто перекрыли. И то есть я не знаю, как назвать такое жилье, в котором мы живем до сих пор. Причем я хочу отметить такой момент. Мы единственная коммунальная квартира вот в том месте, где мы живем. Все, как бы, хоть плохенькое, но оно свое, вот маленькое. Они живут там с семьей. А вы платите коммуналку? Платим. Вот мы пришли с счетами. Вот я стесняюсь спросить, за что вы платите и какая сумма? И вы знаете, вот мы посчитали так. Со всей квартиры мы платим 7 с копейками. 7300, 7400, получается. Вот там какие-то нюансы. Это мы платим за нашу вот эту квартиру. А за что, опять же? Вы задавали вопрос управляющей компании. За что мы платим такие деньги? Вот вы знаете как, у нас даже есть такая строка, как капитальный ремонт. Мы платим 250 рублей. Вот лично мы платим 250. Женя платит 400 рублей. Это мы ежемесячно платим за капремонт. Причем ничего нам не делается. У нас даже был пожар, у нас замкнула проводку. Сгорело пол кухни и пол туалета. Выгорела полностью стена, соединяющая кухню и туалет. Мы обращались по распределению жилью в исполком. Нам ответили как. Мы можем вам дать временно на время ремонта взаимозаменяемое, но ничуть не лучше того, где вы живете. Ну, простите, капитальный ремонт вам сделали, скажем так. Нет, не сделали. Пообещали, поставили двери деревянные. Я думаю, что это называется капитальным ремонтом. Были деревянные и снова стали деревянные. Были те, которые не закрываются, теперь одна половинка прибита на смерть, вторая закрывается и открывается. Да, теперь вы сделаны капитальный ремонт. Будьте добры, Юля, и передайте микрофон. Расскажите, вы чего хотите. Я так понимаю, капитальный ремонт не спасет это здание, у которого, по-моему, нет даже фундамента. Потому что, когда наша съемочная группа приезжала, и мы это все снимали, мы удивились, на чем стоит дом. Вот, это загадка для нас. Мы удивились, вот показывали мое окно, непосредственно именно мое окно, вот под которым дыра, которая не заделывается, а вот то, что вот рядом пространство, это заделывали вот мы, насколько смогли. Вот то, что залепили, то, что залепилось, то, что задержалось там кое-как. Вот, поэтому я даже, ну, я не знаю насчет фундамента, он, наверное, там уже сравнялся с землей, мне кажется. Потому что, когда у нас люди проваливались в подъезде, там видно было уже землю, ни о каком фундаменте речи быть не может. Ну, то есть, естественно, ни о каком капитальном ремонте речи не может идти, потому что это безвыходная ситуация, только нужно переселение, правильно? Вы знаете, мне кажется, капитальный ремонт его делают хотя бы на каких-то стенах, а у нас нету стен, у нас просто бумажные обои, которые заклеены скотчем, и, слава богу, держатся на той мебели, которой мы припираем вот эти вот стены. Давайте сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Это «Формула событий». Прямой эфир. Напомню о своей проблеме. Вы можете рассказать нам. Для этого работает телефон горячей линии. Сейчас вы видите его на своих экранах. Напомню, сегодня мы говорим о судьбе жителей дома по улице Долгого, 7 в Подольске. На протяжении 30 лет люди живут во временном бараке. Дом разваливается на глазах. Гнилые полы, стены заражены грибком и плесенью. Из батареи люди берут горячую воду. Накануне наша съемочная группа побывала в доме. Давайте еще раз посмотрим на условия, в которых приходится выживать. Ну, начнем. Горячей водой мы пользуемся из батареи. Вот. Ну, это наглядный, кстати, пример. Вот у нас шланг. Он подключен к батарее. Он постоянно капает. Но это ничего. Зато есть горячая вода. То есть по зиме мы можем позволить себе посидеть в ванной. Недолго. Потому что вода остывает и не будет бегать сюда, естественно, в горячую воду. Да, так как бойлер у нас меньше, чем даже в прихмахерских. Вот. Поэтому проводка, опять же, вот иногда страшно брать. Вы, когда заходишь и по привычке ищешь выключатель, думаешь, не дай бог рука выше, вот выключатель уйдет. Это просто реально страшно. Вот. Вот эта вот стенка, на чем держится проводка? Мне кажется, она еще страшнее, чем сама проводка. Потолок у нас тоже вот грудь. Потолок – это просто гвоздь программы. Он периодически падает нам на голову. Сыпется вот это вот. Сыпется, да. Я не знаю, как этот материал называется. Я сейчас попробую туда запрыгнуть. Ой. Ой. Не залезет. Нет, я же залезу. Как это не залезу? Бельето помешает. Ну, вот как-то вот так это происходит. Итак, к нашему разговору присоединились заместитель главы администрации Подольска, председатель комитета по строительству и архитектуре Иван Макропула, начальник управления ЖКХ Подольска Валентина Пашаева и независимый адвокат Лидия Игнатова. Господа, здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли. Иван Федосеевич, что вы можете сказать об этом доме? Это дом постройки 1952 года. С какой целью он строился? Значит, я поясню. Если вернуться в несколько историй, то вот после военного времени и наши основные предприятия городские, такие, скажем, градообразующие, в данном случае Подольский завод, ЗИО-машиностроительный завод, они строили так называемые поселки для своих сотрудников, для своих рабочих. В то время был построен этот завод. Таким у нас поселком, даже в обиходе называют его поселок местный район, называют поселок Южный. А вы как давно работаете в администрации, чтобы понимать, какие вопросы вам можно задавать, а какие нет? Я в администрации работаю в этой должности. Председатель комитета работаю с января 2008 года, а замглавы стал с марта. Ну, то есть с 2008 года вы уже видели и знали о существовании этого дома? Да, знал в этом доме, да, знал о той проблеме, о том, что существовало. И могу доложить о том, что в мае 2007 года главой города было принято решение, учитывая наличие большого количества ветхого фонда на территории города. Как я уже сказал, у нас многие предприятия строили, это была подстройка, у нас некоторые дома, даже чем построены до Великой Отечественной войны, есть такие дома, которые есть. И такие дома, которые построены в 50-е годы, строили предприятия, строили сами. И у нас таких домов 285 домов, с площадью более 160 метров квадратных было. А площадь границы территории города ограничены. Поэтому в то время, с появлением такой нормы в Радкодексе, как развитие строенных территорий, главой города было принято в мае 2007 года приступить к реализации снова советских домов путем реализации такой программы развития строенных территорий. И вот такие территории, поселок Южный, Северный, были там в Шепчинках, ну все основные наши. Нет, давайте конкретно говорить об этом доме. Вот когда к вам впервые пришли эти люди и сказали, что вот есть такая проблема, мы очень долго живем в непригодном для проживания доме. Я вам даже скажу, мы не ждали, что к нам пришли люди. В 2008 году при обследовании, там у нас управление ЖКХ проводит обследование, снова и осенью в состоянии жилых домов. И в 2008 году было принято решение о развитии данной территории, как раз вот микрорайон Южный. Был организован и проведен аукцион на развитие данной территории. Нет, подождите, отошли от темы. Вот пришли обследовать дом. Да. И что сказали? Заключение. В каком состоянии находится дом? Будьте добры. Заключение дома, он вообще-то является у нас ветхим. Мы включили перечень домов, которые являются ветхими. Но, если рассматривать с точки зрения оценки жилищного фонда, и в свете тех изменений, которые внесены законодательными документами правительства Российской Федерации, здесь произошло изменение формулировок. Сначала у нас, вот когда в 2006 году было возможно дома признавать ветхими, то после, у нас уже сейчас есть только два понятия по оценке домов. Это признание квартир, пригодных или непригодных для проживания, и признание дома аварийным. Если говорить с этой точки зрения, то дом аварийным не признан. И признан он может быть только при наличии заключения специализированной организации. Валентина Васильевна, вопрос как к человеку. То есть вы бы жили в таких условиях? Дело в том, что есть разные случаи, при которых люди могут жить в таких условиях. Но мы, я спрашиваю лично вас. Если бы у меня сложилась такая ситуация, что я не могла больше нигде жить, я бы жила, конечно. У вас наверняка есть дети, и вы готовы мыться из батареи, воду брать? Вот по этому поводу я можно скажу отдельно. Дело в том, что из системы отопления, а учитывая, что там у них централизованная система отопления, воду нельзя брать ни в коем случае. Это огромное нарушение. Вы просто гидравлический режим котельной берете. Подождите, Валентина Васильевна, вы говорите о нарушении. Здесь, знаете, в другом нарушении очень много. Нет, дело в том, что нельзя с системой отопления. Это не выход. А как, если люди проваливаются? А многодетная мама, негде детей помыть. Это не нарушение? Почему вообще, как прав человека? Дело в том, что нельзя с системой отопления брать. Дело в том, что условие того, что в доме нет, например, горячей воды, не является основанием для признания его аварийным или непригодным для проживания. В соответствии с 47-м постановлением правительства, которое регламентирует признание домов в той или иной категории. Что тогда должно поломаться в этом доме, чтобы этот дом признали аварийным уже в конце-то концов? Когда он рухнет наполовину? Дело в том, что признание домов аварийным происходит, когда происходит специализированная организация и оценка всех конструкций этого дома. Когда она произойдет? Давайте разберем конструкции дома отдельно, по каждой конструкции дома. Почему этого не сделали раньше? Не сделали что? В скором времени, не дай бог, вот как обваливается пол, обвалится потолок, не дай бог, пострадают дети. И тогда это уже будет подсудное дело. Вот этому дому пока мы не считаем, что это грозит. А, понятно. То есть вы считаете, извините, что он еще будет стоять лет сто, да? Не сто, но, по крайней мере, в ближайшее время ему не грозит никакой обвал. Вот очень хочется, чтобы вы на какое-то время переселились в этот дом и пожили с этими людьми. Вот лично мое мнение. Пожалуйста. Позвольте. Вот там в сюжете показано, то есть говорят, что дом не аварийный. Показано, значит, моя комната, я специально показывала, у меня провалена часть пола. То есть у меня, если посмотреть вниз, то можно увидеть улицу. Также и под окно, если посмотреть вниз, можно увидеть улицу. Мне это дело надо заложить тряпочками, чтобы это как бы стало не особо аварийным. И вот там вот, где у меня навалены доски, которые мне помогала Евгения принести, чтобы мой ребенок, больной ребенок, прошу прощения, не застужал дальше себе ноги, потому что он сидит именно там же, вот, он за компьютером сидит именно вот там. Вот там покажут потом в сюжете. А вы не заказывали независимую экспертизу? Мы не заказывали независимую экспертизу. Единственное, что я где-то год назад ездила к президенту Российской Федерации, так как обращения в нашу администрацию оказали бесполезными по поводу этого дома. То есть мы встали, как бы, с горем пополам на учет, как малоимущая семья. То есть мама, дети, я, как бы, мы стоим сейчас на учете. Я поехала к президенту в приемную, написала заявление, был ответ, они вот у меня здесь есть, то, что до 2014 года дом по улице Долгого, номер 7, должен быть снесен. У меня вот здесь вот все ответы эти есть. Также у меня здесь есть письмо. Но это, к сожалению, никак не действует. Даже Владимир Путин не действует на местную администрацию. Лидия, ваше мнение. Но я хотела бы вообще-то обратиться к администрации с вопросом, почему вы не инициировали до сих пор в связи со сменой законодательства процедуру проверки пригодности жилья, где проживают вот люди, проверки аварийные дома или неаварийные. Вы признали его ветхим. Сейчас вы говорите, что все, законодательство изменилось, поэтому мы умываем руки, проживайте дальше и не мойтесь там из батарей. Смотрите, а то вы нарушите где-то гидравлику, да? Товарищи. Скажите, вы имеете определенные полномочия, вы имеете определенные обязательства перед населением. Это ваша прямая функция. Если у вас в вашем ведении находится жилое помещение, которое непригодно для жилья, то вы должны или инициировать сами проверку, или разъяснить людям, вам писали, понимаете? Вы должны были им разъяснить, что существует другая процедура. Пожалуйста, приходите к нам. Пожалуйста, мы проведем бесплатную экспертизу государством предусмотренную и выясним, пригодное это жилье для проживания, пригодное это вообще халупа для проживания или нет. А вы сейчас даже не можете ответить на этот вопрос. Я вам отвечу. Первый вопрос. На каком основании вы решили, что эта процедура бесплатно производится по специализированной организации? Вы мне ответите, пожалуйста, на каком основании вы до сих пор не трактуете законодательство в данном вопросе. А вы вообще его никак не трактуете? Вы ответите, пожалуйста, на каком основании вы не провели до сих пор никакой проверки? Бесплатный, бесплатный. Этот дом включен в перечень домов Ветхого фонда. Он включен для того, чтобы дальше в программу его включить и проводить переселение. Что вы сделали для того, чтобы включить программу? Все сделано. Дальше уже идет вопрос комитета. Я уже говорил о том, что была разработана целая программа расселения Ветхого фонда на территории города Подольска путем вразительственных территорий. И данный микрорайон, тоже дома были осмотрены, исследованы. И данный дом тоже включен. В данном микрорайоне 19 ветхих домов. 19 ветхих домов. В них вызывает... Когда проходила... Извините, я вам не перебивал, пожалуйста. Дайте завершу, потом вопрос отвечу. На все ваши вопросы отвечу. Значит, был составлен перечень ветхих домов. В том числе этот дом входит в переселение. Я даже готов сказать, почему здесь возникла эта проблема именно жильцов этого дома. Потому что у нас сейчас, я даже скажу вам так, что были даже миссионные изменения в генплан города. Было выведено предприятие с этой территории, с поселка Южного. Там был строял завод строительных материалов. Простите, мы как-то вокруг да около. Нет, нет, доклады. Давайте конкретно. Мы как раз освободили территорию для того, чтобы начать строить жилье для расселения граждан. Вот в декабре построили, закончили строительство, четырех жилых домов. Сейчас вот там, 24 декабря, закончили отделку 86 квартир, которые идут на расселение этого жилья. А до этого времени? Вот построили тоже дома? Возле дома прям, да? Недалеко. Построили. Обещали. В те квартиры вселить. Вот про этот дом я как раз и говорю. Вы знаете, что процесс строительства и заселения, он, в общем-то, начинает... Мы знаем этот процесс, да. Ну, не бывает чудес. Вначале нужно, во-первых, территорию было освободить от существующего завода. Ну, чудеса не происходят на протяжении уже сколько? Десяти лет? Я вам докладываю то, что было уже с седьмого года, когда, в общем-то, с шестого года вступил, ну, скажем, руководитель города стал Николай Ильич Пестов. Вот мы видим новостройки, господа, давайте пос... Это вот эти вы дома видите из своих рук? Да, это четвертый дом уже строится. Это четвертый дом. Это дом номер восемь. Вам когда в первый раз, подождите, когда в первый раз вам пообещали вселить в эти квартиры? Год назад, товарищ Алексеев, я сама лично там была у товарища Алексеева. Год назад. Наша песня хороша, начинай сначала. Да. Я продолжу. Да, пожалуйста. Это дом, который мы видим, он сейчас как раз строится, этот дом. Адрес он имеет, электромонтажный проезд, дом 11. Он планируется к вводу в конце следующего года. Как раз в этот дом и планируется расселение граждан этого дома. Вот этого дома. Такое решение принято было главой, давно уже было принято решение. Имеет поручение руководитель отдела по обеспечению жильем по подготовке и рассмотрению документов граждан, которые живут в этом доме. Там не только этого дома. У нас сейчас, я уже не закончил, меня перебили. Значит, у нас сейчас будет расселено в этом микрорайоне шесть домов, буквально второй-третий квартал. Как раз там будут расселены дома по улице Правды, пять домов и дом на клубном проезде. Всего будет расселено 79 семей, 180 человек. Это расселение будет закончено в третьем квартале текущего года. Это первая очередь. Вторая очередь. Сейчас дом, который... Очередность расселения определяется по совместной нашей работе с кабинетом ЖКХ, общественность привлекается. И решаем, какие дома расселять в первую очередь по состоянию их ветхости. Я вам сказал, что у нас в городе 258 ветхих домов. Одновременно, одному, это сложно все расселить. Мы это понимаем. Ну, смотрите, это проблема, я докладываю. Да, минутку. Получается как? Еженедельно в администрации города, еженедельно, в понедельник мы эту проблему рассматриваем. Но мы поняли, как вы рассматриваете проблему. Вы у нас не первый здесь и не последний, к сожалению. И вот сейчас вы видите строение. Слушайте, смотрите, вы говорите, что нужно людей расселить. В то же время, и Вы хотите это сделать, Валентина Васильевна говорит, что еще очень много лет люди могут жить в этом доме. Вы это сказали 5 минут назад. Я такого не говорила. Вы сказали, что еще люди могут жить в этом доме. Я не сказала, что они могут жить 5-10 лет. Я сказала, что пока этому дому не угрожает никакое обрушение. И он пока не признан аварийным. Вот что я сказала. Хорошо, то есть сколько вы, как вы считаете, хорошо, построим вопрос по-другому. Как вы считаете, сколько по времени еще люди могут жить в этом доме? Давайте я отвечу. Нет, давайте я отвечу. Они могут жить там еще 2-3 года, с условием того, что управляющая компания будет проводить поддерживающий ремонт. Лидия Васильевна, вы проводили этот ремонт, мы видели, что вы поменяли двери, очень хорошо. Поменяли крышу. И поменяли их снова на деревянные. Интересный ремонт. Это не говорит, что нигде не рекламентировано, что они должны быть поменены на металлические. Тем более металлических теплопроводность больше, чем у деревянных. Так что здесь вопрос того, что... Вы знаете, учитывая то, что вы на данный момент... Вы же не получили уведомление о том, что вы будете выезжать из этой квартиры в третьем квартале. Уведомление официальное от администрации вы получили? Секундочку, вот только честно эту тему. Евгения, давайте дадим. Евгения, пожалуйста. Вот здесь у меня есть администрация города Подольск, управление капитального ремонта и строительства города Подольск. Вот к нам письмо приходило. В исполнении постановления главы города Подольска о развитии застроенных территорий микрорайона Южный, в границе города Долгого 7, определяющую площадь территории и перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, информируем вас о том, что переселение из ветхого фонда дома номер 7 по улице Долгого города Подольска запланировано на период с января 2014 года по март 2014 года. Вопрос сейчас, апрель 2014 года. Вопрос традиционный. Ведь у вас были выделены бюджетные деньги на расселение дома, на строительство альтернативного жилья. Почему эти люди здесь еще живут? Ответьте, вы говорите, третий квартал. Где люди? Почему мы можем жить еще? И вопрос номер два все-таки, да? Ведь были бюджетные средства заложены на то, чтобы в 2014 году эти люди переехали оттуда. Почему вы сейчас об этом даже ничего не говорите? Есть подозрения, что они не входят в ваши планы? Нет, ваше подозрение безосновательное. Я вам доложу, что развитие застроенных территорий осуществляется в основном за счет инвестиционных средств. Администрация города участвует в подготовке инженерной инфраструктуры. Ведь чтобы, допустим, дом расселить, то чтобы построить дом, нам нужно к этому дому подвести коммуникации. Тоже тепло, воду, электроэнергию. Ведь все сети, которые существовали на данной территории, это постройки 50-х годов. Сейчас в этом микрорайоне реконструирована котельная, которая обеспечивает теплом весь микрорайон. Проведены тепловые сети, порядка 4 километров. Проведен новый водовод, водоснабжение. Внутри подстанция сделана. То есть в начале сети сделаны. Мне кажется, вы так и не ответили на вопрос Лидии. Мы ходили вокруг, да около. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Сразу после продолжим. Мы снова в прямом эфире. Это «Формула событий». Я Станислав Кулик и мы продолжаем. Ранее мы рассказали историю жителей дома 7 по улице Долгого в Подольске. Около 30 лет назад людей заселили во временные бараки. Однако временное жилье оказалось постоянным. Со слов жильцов, они неоднократно обращались в администрацию Подольска с просьбой решить этот вопрос. Но в ответ слышали лишь неоднократное обещание. Давайте еще раз посмотрим видео. Накануне наша съемочная группа побывала в гостях. Не хотелось бы, чтобы к нам в кроватку падало то, что называется стеной. Мы заклеили скотчем, чтобы это именно в детский... Потому что она будет возить колясочку. Отсюда все это банально вот так вот высыпается. Если это не держится на нашем любимом скотче. Вот здесь у нас тоже на потолке вот они, трещины уже пошли. Это вот именно трещина, вот она не заклеивается. Вот мы делали ремонт. Вот такие вот стены. Шикарные. Они, к ним даже вот обои, вот я клеила, они не приклеиваются. Вот, вот он угол. Вот эту дверь мы поставили уже во что смогли. Во что смогли это именно так. Потому что вот эта вот балка, она 14 лет назад упала в коляску к моему сыну. И чудо было в том, что я ребенка оставила на кровати и решила вывезти коляску. Свет у нас, как зима, у нас начинается. Часов в 6 вечера у нас выключается свет. Если включается чайник, соответственно, выключается свет. Если у нас вечером дети хотят что-то погреть, это нереально. Микроволновка здесь не работает. Она у нас просто стоит как вот интерьер. Она у нас с утра периодически работает. От часов до 10 утра. Вот успел погреть, молодец. Если не успел, больше не погреешь. Лидия, ранее Евгения рассказывала о том, что им предлагали квартиру, но почему-то однокомнатную на шестерых. Насколько это законно и возможно? Это может быть законно, потому что я так поняла, что квартира у вас, ваша комната приватизирована. Не приватизирована. В микрофон будьте добры. Извините, пожалуйста. Мы муниципальная комната. Комната у нас 15,9 квадратных метров. И тогда нас было пятеро. То есть сейчас я через месяц буквально стану многодетной мамой уже. И так как многодетная мама, по идее, я должна стать первоочередницей в получении квартиры. Но я думаю, что в нашем случае, судя вообще по обстоятельствам, это не имеет никакого значения. Многодетная или не многодетная. То есть мы как жили, так и будем. Куда обращаться, мы не знаем. Никаких вот, собственно говоря, вот такие документы присылают, но ничего не исполняется. То есть в администрацию приходишь, это как замкнутый треугольник получается. Ходишь по кругу. Сходите вот в этот кабинет, потом вот в этот кабинет. Они вот гоняют другую. А, нет, вам в другой кабинет. И вот ходишь и не знаешь, куда обращаться. Это бесполезно. Мы уже не верим. Ну как так получается? Малоимущие, первое. Многодетная мать, второе. Я вам скажу. Значит, порядок расселения ветхого фонда, он предусмотрен, вы знаете, правильно сказали, статьей 86 из жительственного кодекса, там предусмотрено. Расселение жилья, то есть то, что имеешь, то будет даваться. Но главой города принято решение. И у нас, поверьте, те, кто расселяется, у нас практически глава Далкомадо. Коммуналки расселять. И такие решения принимаются. То, что, значит, там, где проживают коммунальные квартиры, выдаются квартиры отдельные. Семьям выдаются. Значит, есть отдельная очередь в городе по малоимущим. Вы должны встать в отдел учета, если вы встали документы. Встали уже там. Значит, встали. У вас будет очередь, которая предусмотрена... Когда вы встали на очередь? На очередь мы вот с мамой встали три года назад. Вот, соседи наши 20 лет назад. А мы 25 лет назад. И дело в том, что коммунальная квартира в нашем доме, она единственная в нашем доме коммуналка. — Господа, ну три года, ладно. 25 лет назад встали в очередь. — Нет, нет, вряд ли 25 лет. Нет, они... — Я родила ребёнка в 87-м году и встала на очередь в исполком. — Ну потом вы приходили, неоднократно узнавали... — Узнавала, да, переписывала, меняла фамилию, переписывала документы, приносила по новой. И на сегодняшний день я стою в общей очереди в 149-е. 25 лет я стою на очереди. — На получение, расширение жилья. И вот такой момент, раз уж как бы дали мне слово, я хочу сказать, что никогда комиссия к нам ни одна не приходила в дом, никакая. Когда вы проводили обследование, как вы проверяли этот дом, я там живу. Сколько лет и никто не заходил к нам в квартиру и не смотрел, как мы живём. То есть откуда вот эти данные, что мы там можем ещё жить? Там нет ни ванны, вы поставили её сами, плохенькую, но поставили. Поставили эту горячую воду, примитивную, первые бачки, которые появились, у нас этот примитивный первый бачок. Потому что дети их надо мыть, мы все мамы вымать, в том числе тоже, наверное, есть дети, и сталкивать с проблемой горячей воды. Дело в том, что мы обследуем общее имущество дома. И когда у вас с крышей были проблемы, крыша была у вас отремонтирована, стропилы были там частично заменены. Вы говорите, не видели. Как никто не видел, если вам в 2007 году сделали ремонт кровли? Как там никто не был, никого не видели. И как оно вообще появилось, что вот сделали, да. Там была ситуация, что там дерево это наклонилось, туда падало. Поэтому всё увидели, отремонтировали. Почему вы считаете, что ничего у вас не делают? То есть вы отвечаете, подождите, за внешность дома, да? За общее имущество дома. Так, общее имущество, это значит, что и внутри, правильно? Нет, в квартирах, то, что находится в квартирах, находится в зоне ремонта и ответственности нанимателей и собственника жилых помещений. А это кто? Собственники. Я сказала, нанимателей и собственников. И вы знаете, что входит в обязанности собственников по договору типовому соцнайму, какие работы они должны выполнять. Но не капитальный ремонт. Нет, не капитальный ремонт. А там, судя по тому, что мы видели в сюжете, это, извините, капитальный ремонт. А капитальный ремонт вы делать не можете, потому что жилье ветхое. Поэтому вам нужно переходить дальше к расселению. И все, вы приходите... Все к этому идет. Все к этому идет. Но такими кругами идет. Вы смотрите, вы еще один сюжет, первый сюжет, который, в общем-то, мы не присутствовали. Вы сказали, что вы производите оплату капитального ремонта. Товарищи, посмотрите ваши платежки, вот они у меня здесь все, я показывала ее. Капремонта у вас платежки нет. И учитывая, что процент износа вашего дома 64,7%, вы платите ставку такую, которая начисляется для домов с таким... Содержание и ремонт жилого помещения. Правильно, это другая ставка. Это содержание и ремонт жилого помещения. А что у нас тут содержится? Это под содержанием, понимается, у вас, вы говорите, вот вам не помыли полы вовремя. Мы не говорим о ремонт. Господа, у нас остается три минуты. Иван Федосевич, у меня к вам следующий вопрос. Что сейчас здесь мы можем... Как мы можем помочь этим людям? Какие сроки мы можем обозначить, через сколько эти люди переедут в нормальное жилье? Я уже говорил об этом. И чтобы не ходили вот вокруг этой администрации, стучались в разные двери, их посылали в один кабинет, во второй. Как это происходило на протяжении энного количества лет. Мы уже с вами смотрели. Давайте поможем все вместе. А можно еще раз конкретную дату услышать? Мы конкретно, я уже назвал вам конкретную дату, дом, который мы видели, который сейчас строится, каркас дома, монолитно-кирпичный дом, по рекомендационному проезду дом 11, он запланирован к вводу в третьем квартале 16-го года. Там процедура будет... То есть еще два года получится? Третий квартал, 16-й год. Ну вот смотрите, каждые два года... Ну это голословно, поверьте, это голословно. Мы один раз уже говорили о том, что мы планировали данные дома расселить конец 14-го, начало 15-го года. С 2000-го, да. Но темпы расселения у нас по... Пожалуйста, у нас очень мало времени, мы сейчас уже... Поэтому я отвечаю на ваш прямой вопрос. Третий квартал 16-го года данный дом будет расселить. Хорошо. Лидия, что вы можете посоветовать? Может быть, нужно обратиться, как многие жители делают, например, в суд о бездействии администрации? Может быть, это как-то поможет? Нет, я считаю, что это не приведет к конкретным результатам, потому что администрация... Допускаю, что администрация, тем не менее, старается расселить максимум людей, да, строит там дома, проводит инвестиционные программы и так далее. Но дело в том, что вас не знают. Может быть, вы писали президенту Путину, но это просто для того, чтобы сказать, мы писали Путину. Администрация должна вас знать. Вам нужно пользоваться своими программами. Вы малоимущая, вы многоодетная, вы молодая семья. Вам нужно рассматривать все варианты, которые предоставляет государство. И все-таки работать напрямую с администрацией. Ипотека. Нам предлагают ипотеку. Как вариант, бывают разные истории Путину. Лидия, к сожалению, время наше истекло. Мы будем надеяться, что вы поговорите уже и не будете от друг друга бегать после нашей программы. На этом все. Сразу после нас новости не пропустите. Продолжение следует...